На библейский портал XGET поступают вопросы, а мы пытаемся на них ответить. Поступил следующий вопрос. Если мера поста оказалась слишком тяжела, что лучше сделать? Прервать пост, ослабить пост или терпеть до конца? Дело в том, что мы с вами трехсоставны, как вы это прекрасно знаете. В нас есть дух, в нас есть душа, у нас есть тело. Этот вопрос, который мы только что с вами зачитали и пытаемся разобрать, он, видно, направлен именно на гастрономическую часть поста, то есть на телесную часть поста. Хотя тело не ограничивается только гастрономической частью, там есть и физическая часть, когда мы совершаем, к примеру, поклоны или совершаем какие-либо другие подвиги, доброделание в том числе. Это тоже, в общем-то, часть нашего с вами поста. Но здесь, я так понимаю, что идет разговор о посте именно гастрономическом, хотя этот пост является одним из самых последних объектов нашего исследования, который мы должны предъявлять в нашем трехсоставном человеке. Духовно мы должны с вами тоже поститься. Душевно, то есть эмоционально, пост просто необходим для нас, и все наши чувства, которые вне поста могли служить актом раздражения, гнева, может быть, каких-то отрицательных эмоций, мы с вами должны поменять знак на плюс. Теперь гнев, он должен быть божественным, даже раздражение должно быть со знаком плюсом, но не об этом идет речь в этом вопросе. И вот третья, самая низшая степень поста, гастрономическая, здесь и приводится. Что же сделать, если вдруг наложил на себя бремя неудобоносимое в виде гастрономического воздержания, решил вдруг поститься даже более сурово, чем это предписывает типикон, то есть то правило, где оговариваются, какой должен быть пост. Сухоедение или воздержание от рыбы, но с маслом и с вареными какими-то блюдами и так далее. И вдруг ты понимаешь, что твое здоровье физическое это не выдерживает, тебе становится плохо, головокружение, у тебя упал гемоглобин и множество-множество других причин, которые у тебя есть. Естественно, мы сейчас говорим о именно здоровых людях, те, которые страдают сахарным диабетом или какими-то другими заболеваниями. Здесь все должно быть очень-очень осторожно, индивидуально, и, может быть, даже мера поста не должна быть вообще применена в данном случае к человеку, я имею в виду опять гастрономическому, а усиленно, может быть, в каких-то других обстоятельствах. Да, вы можете ослабить пост. В каких-то случаях вы можете его даже совсем отложить от себя. Пост, прекратить поститься. Но все это надо сделать именно с духовником. Духовником, который подскажет вам. Вы приходите и говорите, батюшка, у меня язва желудка, и мне надо обязательно молочные продукты кушать. И батюшка, я привожу пример, батюшка может быть намного мудрее меня и скажет вам более мудрые вещи, поэтому лучше все равно с вашим духовником вы посоветуйтесь. И батюшка вам скажет, что вы знаете, вот возьмите не так, что ешьте молочное, сколько хотите, да, с утра до вечера, а вот положите себе меру, и этой меры придерживайтесь. Допустим, утром вам надо съесть молочную кашу, вечером вам надо выпить стакан кефира или съесть там 100 грамм творога для вашего здоровья, а все остальное время, там, обед и полник, если он у вас есть, то вы уже вкушаете постную пищу, и тем самым вы, в общем-то, поддержите себя. И так можно меру этого поста совершенно разную выбрать с помощью духовника, которая будет поддерживать ваши силы, не даст вам унывать от физических изнемождений и даст возможность все равно оставаться и пребывать в молитвенном настроении. Мы же с вами прекрасно знаем, что сыты брюхо до молитвы глухо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...